Случилась такая вот практически детективная история. Человек сделал процедуру у меня, потом через некоторое время звонил, жаловался, что у него все плохо. И я знаю, что после нашей процедуры плохо не бывает. Бывает либо лучше, либо значительно лучше, либо без изменений. Ну, это совсем уж редкий случай, когда у человека ничего не меняется. Обычно всегда меняется, и это происходит только в лучшую сторону. В данном случае человек прям явно был обеспокоен, и проблема существовала в настоящее время. Я не мог такое допустить, естественно, нужно было подробно с этим разобраться. И как-то удалось нам пообщаться, и мы рассмотрели всю ситуацию, восполнили все пробелы, все белые пятна, что было сделано. Что было сделано помимо того, что я говорил делать. Ну и все, что вскрылось, я, пожалуй, расскажу в этом видео. Возможно, кому-то будет неприятно это услышать. Каким-то специалистам, каким-то врачам. Еще кому-то, да, мануальщикам. Это камень в ваш огород, ребята. Вот. Но эта история как есть. Все, всем привет. Друзья, с вами Сергей Смоляков. Это Александр, один из наших клиентов. Расскажем маленькую историю. Это как раз тот случай показательный, когда не стоит ходить к специалистам, которые неблагонадежные. То, о чем никто не расскажет и не покажет, потому что, ну, обычно же показывают положительные истории, а отрицательные истории про себя никто не расскажет. Но у нас есть и обратный случай, поэтому мы со своей стороны решили этот пробел заполнить. Саша, расскажи, как, с чего началось. То есть, вначале ты делал процедуру у меня. Да, я вначале делал процедуру у вас. Процедура прошла замечательно. Все было хорошо. Только были какие-то некоторые моменты. Алексей знал об этом. То бишь, это были, возможно, какие-то вегетативные нарушения. Я их немножечко не понимал. Но в итоге все шло как бы нормально. После я посмотрел ваше видео. Сейчас, сейчас, подожди. То есть, когда вот эти вот были не совсем оптимальные вещи, ну, как ты говоришь, вегетативные там, да, это было после процедуры через какое время? Ну, так скажем, через... В течение месяца или больше? Нет, раньше. Раньше? Раньше. То есть, процедуру сделали и где-то через неделю это началось? Да, неделя-две, где-то вот так вот. Неделя-две, да. Сразу поясню для вас, друзья, что когда человек делает процедуру, правильно сделанную процедуру, да, после нее организм начинает меняться. И эти изменения часто сопровождаются временными обострениями тех болячек, которые у человека были. Возможно, это и было. Ну, давай дальше. Дальше, что было? Дальше, я посмотрел видео, как вообще все это правильно делал, и это самое, на все это делал справка. И Сергей не советовал идти к мануальщикам, правщикам, потому что они будут делать все, как говорится, с точностью до наоборот. И опять же, будут нарушать все, всю эту дисфункцию. Друзья, очень часто можно увидеть, как люди используют медицинские термины, сами их совершенно не понимая. То есть, вот видно, что человек, как бы, слышал очень много медицинских выражений. То есть, он имел опыт хождения по врачам. Но очень часто они вошли в его лексикон, эти слова, да, но очень часто используются не по назначению. Поэтому я здесь не буду ничего прояснять, что это означает, да, просто, ну, как это, не то, что не обращайте внимания, но человек рассказывает свои эмоции. Ну, и я решил сделать немножко наперекор. Я пошел к этому мануальщику, но справка была в основном тазобедренного сустава и спины. Ну, и сделал мне шею. Ну, шею сделал не особо грубо. После чего я, как бы, думал, что, мало ли, у меня что-то там повредил. Сейчас, сейчас, я перебью. То есть, что было сделано? Была сделана мануальная справка. Мануальная, да. У тазовых, в тазовой области, да, там какие-то поясницы, где-то таз, да, и немножко хрустнули шею. То есть, какое-то такое движение. Легкий щелчок был. Легкий щелчок. Все, хорошо, дальше. Ну, после этого я, как бы, думал, что, мало ли, что-то он там испортил, подпортил, потому что приехал домой и немножко начало подколбашивать. Вот. Я думал, что, мало ли, что-то не так. И... А как проявлялось, что это подколбашивало? Ну, я приехал домой и пошел легкий озноб. А, озноб. Озноб пошел, я сел просто в ванну и трясло. Еще раз хочу сказать, друзья. Не делайте того, что я говорю, не делать. Если я говорю, не надо ходить к мануальщикам, то не ходите к мануальщикам. Потому что, когда вы идете к мануальщикам, начинается вот это. Подколбашивает, трясет, какие-то плохие проявления, какие-то болезни. Ну, вам это не нужно, мне это тоже не нужно. Понял. Так, дальше. Ну вот, после этого пошел приток крови в руки. Я даже как-то удивился. Стал как-то двигаться, такой оживлененький, все нормально. Ну и решил все-таки потом набрать вам. Еще раз узнать там, что да как, мало ли что, может что-то испортил. Вот. Ну и в итоге я приехал к вам, записался еще раз на диагностику и вы мне после чего сказали, вот, все нормально, больше там ничего делать не надо. Ну вот. Ну и я опять же, как всегда, перестраховался. Перестраховался, да, и поехал еще раз к тому же мануальщику, он мне опять поправил тазовую часть, позвоночник, и немножко взял и поправил. Нужный вопрос, сколько прошло, между тем, как он тебе первый раз поправил, и вот второй, это... Ну где-то может неделя, две, так вот. Да, понял, хорошо, ладно. Ну вот, после этого, когда он мне сделал, все было нормально, но единственное, что какой-то вот, мне сделал какую-то процедуру непонятную, как она, а ударно-волновая. Ударно-волновая. Хочу сделать небольшое отвлечение. Что такое ударно-волновая терапия? Это система такая оздоровительная, да, ну там массажа или воздействия на организм, я не знаю, как назвать, которая подразумевает с некоторой частотой удары по телу. В различные точки там, или еще как-то. Работающая это вещь или неработающая? Это неработающая вещь, друзья мои. На чем основан эффект воздействия, который эта процедура может оказать, ударно-волновая терапия. Есть нерв-канал, по которому передаются сигналы по нашему телу. От головы к органу и обратно. И этот канал просто забивается. Когда происходит удар по какой-то точке или поверхности тела, информация идет чуть больше, чем нервный канал может пропускать. И канал забивается, тем самым его проходимость ухудшается. Грубо говоря, эффект похож чем-то на эффект анестезии. То есть, когда мы снижаем проводимость нервных каналов. Грубо говоря, вот мы укололи там навокаин, и рука ничего не чувствует. Нервные каналы не пропускают сигнал, или этот сигнал очень слабый. Вот здесь то же самое, только не за счет химических лекарств, а за счет того, что информации, которая дается по каналу, ее чрезмерно много. Самый простой пример, если по пальцу ударить молотком. Если вы ударите по пальцу молотком, то информации будет такое количество, что палец как будто бы анимеет. Вот. Ударно-волновая терапия основана на этом же. Но, еще раз повторяю, пользу для здоровья эта методика не приносит. Вред, в большинстве случаев, да, приносит. Вот после этого ударно-волновой, как бы, ну, все шло нормально, шея как бы у меня взяла, покрутил, все шло нормально. Приехал домой, у меня какой-то непонятный звон в ухе, я думаю, да что ж такое-то. Появился, да? Да, звон такой в ушах, я вообще ничего не понял. В итоге, ближе к вечеру я сел, а у меня шея вот просто так вот. Не туда, не сюда, как будто заблокирована. Ну и вот результат, результат этой ударно-волновой терапии, да, то есть его состояние стало ухудшаться. Вообще, вообще, вообще 100% предсказуемая вещь. Ну и вот, я позвонил туда, этому администратору и спросил, почему так? Почему у меня звон? Почему-то то-то. И объяснили то, что потом мне будут обратно перезванивать. И он мне все объяснит. В итоге он мне перезванивает и говорит, так-то так-то. Сделай просто вот как вот, затыкаешь нос, и выбиваешь, типа, вот пробки. О чем говорит этот человек? Что значит забиваешь нос и пробиваешь пробки? В дайвинге, когда погружаешься и давление меняется окружающей среды, да, иногда бывает закладывает уши. И делается такое упражнение, когда делается выдох через нос, но при этом нос зажат, да, и давление внутри уха, если разница давления произошла с окружающей средой, то оно выравнивается. В данном случае, насколько это соответствует практически части, насколько это применимо, насколько, ну, я не знаю, ну, это глупость просто. Ну, просто глупость, да. То есть у человека симптомы там, ему плохо, у него там головокружение, там еще что-то, и ему говорят, надо продукцию. Что это такое? Некомпетентность, глупость, просто отмазка для того, чтобы он отстал, я не знаю. Ну, вот я это сделал, и потом что-то, ну, вроде, ну, ничего не поменялся, думаю, ну, ладно, может, это все отпустит и пройдет. Ну, и через какое-то время пошло какое-то непонятное то ли ухудшение, но начал пропадать аппетит, какой-то непонятное то ли головокружение, то ли какая-то какая-то тревога пошла непонятная. Общее самочувствие стало ухудшаться. Общее самочувствие, да, стало ухудшаться. Я с работы как-то отпросился, и все. Ну, нашел, и потом я нашел одного управщика. Имя говорить? Да, да, говори. Нашел управщика. Это был Константин Гражданкин. Я хотел к нему как бы записаться на диагностику, чтобы он посмотрел мою шею, в порядке ли она находится. В итоге мне объяснили, что он в отъезде, и будет в Москве там где-то числа какого-то августа. Но я терпеть не мог, потому что думал, что у меня идет какое-то непонятное там нарушение, там еще что-то. Я думал, ну, надо, 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 надо исправлять, потому что я, как говорится, дурная голова ногам покоя не дает. Вот. И, собственно, мне дали адрес, даже, мне адрес, номер его, так скажем, не сотрудника, с кем он работает. Его ученики. Вот. Я понял. Вот. Говорит тоже имя? Да, да, да. Правщика звали Андрей Гудков. Андрей Гудков, то есть это ученик Гражданкина. Да, ну вот он его учил, обучал то ли Гражданкин, то ли Андрей у другого учился, я так не понял. Но по словам, была такая ситуация, как они мне писали в смс-ках, мы учились друг на друге. Итак, друзья, подошли к очень интересной теме. Прозвучала пара имен. Гражданкин Константин и Андрей Гудков. Кто это такие? Смотрите, очень часто я сталкиваюсь с такими вещами, когда люди делают у каких-то специалистов, которые вроде бы как занимаются правкой Атланта, но при этом даже они этого не скрывают, что они нигде не обучались, ну, разве что они обучались друг у друга. То есть источник информации нету. Образования медицинского у этих людей нету. Знания анатомии у этих людей нету. Обучение самому методу правки Атланта у этих людей тоже нету. И кто же они на самом деле? На самом деле это группа блогеров, группа блогеров, которые очень хорошо знают систему маркетинга, систему продвижения в интернете, систему распространения своих услуг с помощью, как бы, интернет-технологий. Вот. Но здесь они являются профессионалами, бесспорно. Но специалистами в области здоровья они не являются. И у них даже есть, как бы, отделим, отделим некоторые понятия, да, есть народные целители, есть люди, которые занимаются траволечением, там, я не знаю, какими-то массажами, там, и так далее, да, народные целители. Я этих людей не имею в виду. Есть очень талантливые народные целители, это, в первую очередь, люди, которые умеют очень хорошо наблюдать, то есть, они видят, как какие-то процессы происходят в природе, как какие-то процессы происходят в здоровье человека, да, как это меняется, как это связано с едой, с пищей, со сном, с фазами луны, я не знаю, с чем угодно, что может не признавать официальная медицина, но эти люди, они как бы пронаблюдали какие-то закономерности и на этом основывают свое целительство. Вот про этих людей, Гражданкин, Гудков, есть еще такой, Бурлаковский, да, эти люди никогда, никакого отношения к целительству, к здоровью не имеют. Пожалуйста, вы не рискуете тем, что вы отдадите деньги этому специалисту или этому специалисту, нет, об этом речь не идет, здесь вообще не вопрос денег, здесь речь идет о вашем здоровье. И люди, которые никакого представления вообще не имеют о том, как работает организм человека, занимаются лечением, занимаются какими-то услугами по предоставлению. Естественно, они могут принести вред. Ну, посмотрим, что из этого вышло. После этого даже... Это они сами так говорили. Это он мне написал в смс. Ага, хорошо. Мы друг на друге учились. Там тыкали, тыкали, ты это самое. У меня жена как-то увидела, говорит, как-то так. Короче, друзья, они тыкали друг друга. Дальше продолжаем. Я просто был в шоке. Я такой, жена говорит, это как-то такое может быть. Ну, примечательно, ну, как бы, вот, глупость людей. Я сейчас не имею в виду нашего клиента Александра, да. Я говорю в целом вообще про население. Глупость людей, не имеющая границ. В чем она выражается? То есть, вы приходите к специалисту. Ну, в кавычках там, не важно. А, специалист вам говорит, я нигде не обучался. Он открыто говорит вам, что он не имеет знаний. И вы берете и получаете у него услугу. Что это, как ни глупость самой верхней величины? Пожалуйста, будьте осторожны. И если кто-то говорит, что вам, что он нигде не обучался, ну, элементарно, задайте вопрос, да. Откуда вы получили свои знания? Скольких людей, скольким людям вы помогли? Дайте телефоны этих людей, которым вы помогли. Вот простые вопросы. Я уже не говорю про дипломы, сертификаты. Это все в нашем обществе современном легко подделывается. Нет. Самый достоверный признак, как вы можете определить, это отзывы других людей, которые получали, да. И желательно, чтобы ни одного. Ну, опять же, да, как я говорю, если человек вам открыто говорит, что он нигде не учился и он по факту ничего не умеет, ну, было бы странно получать у него услугу, зная это. Ну, и вот, я, собственно, договорился о правке. Правка была сделана как бы бесплатно. Вот, я попросил, договорился, сделали бесплатно. Вот, человек сказал, что бесплатно сделали, да. Два момента есть, почему это может быть бесплатно. первый момент. На вас проводят эксперимент. Тренируются или проводят исследования. То есть, естественно, что специалисты, в кавычках, заведомо знают, что вам будет плохо. И, ну, как бы, взять с вас денег, это не совсем, как это, логично, что ли, да. Вы можете потом предъявлять претензии. То есть, но в качестве эксперимента, чтобы на вас потренироваться, когда знаний нет, то надо же как-то отрабатывать свой метод. Вы вполне сгодитесь. Поэтому бесплатно. Либо еще второй вариант. Возможно, процедура для Александра была бесплатна, потому что, как он сказал, у него начались какие-то проявления. Его начало трясти и лихоравить, да. И так как они это увидели, также в избежание каких-то претензий со стороны, они просто сказали, ну, скажем так, сохранили лицо, сказали, бесплатно. Но была какая-то правка очень странная, потому что, когда делали правку, очень сильно трясло. И очень сильно как бы надавили на определенную группу мышц. Ну вот, но я думал, что все. Можно вопрос? Трясло, то есть, само тело, не туда, куда давили, а тело трясло? Ну и тело, и трясло, и плюс еще, я сидел на стуле, и немножко вот так вот тоже. Ага, и я просто не закричал, говорил то, что больно, плохо все остановить, но человек, видимо, говорит то, что я пробиваю мышцу до тех пор, пока она не сдается. Он мне ее пробил, потом выскочили на шее лимфоузлы, у меня все, я после этого, вот я вот вышел оттуда, я вышел прям такой весь на ура, думал, все, 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 наконец-то, я позвонил уже потом жене, вышел такой довольный, полон эмоций, все, ура, наконец-то. Состояние, состояние на момент сразу после процедуры было хорошее. Да, тогда я прям вышел такой довольный, полон такой, пол, бодрый, полон сил, и все дела. А потом приехал как-то вот домой, и резко пошло как-то вниз на ухудшение. И в итоге я с вечера на следующий день я ушел в депрессивное состояние. То есть с момента процедуры вот этой правки до очень плохого состояния, это где-то вот один день прошло, Да, хорошо понял. Ну и все, и пошло депрессивное состояние, я лежал, я ничего не хочу, туда я не хочу, это я не могу, потому что я вообще не понимал, что со мной происходит. То есть качество жизни, именно вот как ты сам себя ощущаешь, оно упало до хуже, чем было, да? Да, упало до хуже, чем было. Вот, и после этого как бы я ему начал объяснять, спрашиваю, как такое может быть, он такой говорит, ну это вот такая как бы перестройка, я такой говорю, странно, когда мне делали до этого, такого не было. Что же было сделано? Что же было сделано, что такое резкое ухудшение? Вот на самом деле, друзья мои, как раз вот здесь, в этом моменте, и было максимальное воздействие, неправильное воздействие именно на позвонок. То есть процедура была сделана неправильно, и она привела к тому, что позвонок стал смещенным. Причем смещенным в большей степени, даже до, до, до того момента, когда мы впервые, Саше, я делал процедуру, да, даже сильнее, чем у него было смещение, когда он пришел ко мне первый раз. Вот. То есть, насколько люди не разбираются в том, что они делают по признакам, которые человек говорит, а это признаки смещения Атланта, причем смещение Атланта критического. То есть, я бы так разделил несколько уровней. Есть, как бы, легкое смещение, которое, ну, вообще, мало оказывает влияние на здоровье человека, но, где-то к старости, оно, конечно же, проявится ухудшением здоровья, да, и его надо исправить. Есть среднее состояние, когда физическое, ну, вернее, среднее смещение Атланта, когда физическое состояние человека, появляются какие-то болезни, какие-то ухудшения, но это не угрожает его жизни, это просто сильно портит ему жизнь, но не угрожает. Вот. И есть критическое, это когда различные травмы, аварии, там, когда смещение настолько велико, человек вот прям сегодня или там завтра, или через месяц, ну, или в ближайший год, он может погибнуть от инсульта, от какого-нибудь приступа, от какого-нибудь кислородного голодания мозга. Вот у него эти ребята добились критического смещения Атланта, то есть оно стало угрожать его жизни. И это он сам чувствовал, и это я могу сказать как специалист, что здесь есть угроза жизни. Вот на этом этапе возьми, Саша, пойди в больницу, сделай снимки, зафиксируй все изменения по, я не знаю, судебной медицине и отправляйся с этим пакетом в суд. Эти ребята, все, каждый из них сядут в тюрьму и на хороший срок. Гражданкин Константин, Андрей Гудков, это подсудное дело, это преступление против здоровья человека, против жизни человека. Ну, чтобы вы понимали. И вот тут такая вот ситуация, и после этого я вот как бы сразу, ну, через некоторое время я уже начал, обратился в больницу. Вот, и объяснил, они мне все сказали, как так, без снимков тебе начали там что-то править, там, все это делать. Вот, я говорю, я доверился как бы человеку и начали уже прописывать мне всякие там лекарства. Следующий этап как бы сказать ошибки Александра, да, он обратился в больницу. Здесь включаются наши стервятники, наши доблестные доктора в белых халатах, да, на чем медицина делает свою свою карьеру, свои деньги, за счет чего медицина выживает. Медицина всегда выживает за счет несчастья других людей. В частности, проблемы со здоровьем. И у Александра, ну, понятно почему, да, эти проблемы возникли и врачи начинают свою заунывную песню о том, что, ну, как же вы так без снимков, без всего и пошли. Вот, для чего они это делают? Чтобы загробастать человека, ну, придавить его своим влиянием и начать лечить. Цель медицины лечить вас. цель медицины не стоит вылечить вас, цель медицины стоит лечить вас, чтобы вы лечились, 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 пили таблетки, ходили по врачам, передавались от одного врача к другому и так далее, и так далее. Вот, но, пока вы не помрете. Ну вот, ну и спустя долгое время... То есть, ты обратился к врачу, официальному врачу, невролог, да? Или невропотом? Нет, это был не невролог, это был обычный терапевт. А, терапевт, терапевт. И терапевт тебе назначил что еще раз? Ну, мне назначил легкий, там, не помню, это, по-моему, был антидепрессант, такой легкий, что-то такое, назначил адаптал, нейробион и еще что-то. И я говорю, она говорит, ты как раз успокоишься. И такой нехилый списочек лекарств, да? Легкие, легкие, как сказал доктор, легкие препараты. Друзья мои, наркотики являются наркотиками. Наркотики – это яд. Не бывает легких наркотиков и тяжелых наркотиков. Если вам кто-то говорит, покури мульхуанку, это легкий наркотик. А героин не употребляй, это тяжелый наркотик. Ложь, ложь, ложь и еще раз ложь. Наркотики – это вещества, которые отравляют организм и которые вызывают зависимость. Тяжелые наркотики и легкие наркотики – это миф, который существует с одной лишь целью, чтобы вас завести на эту тему, чтобы вас подсадить на эти наркотики. Это оправдание такое, для того, чтобы сгладить вот эти острые углы. Потому что, если здравомыслящему человеку просто нейтральному сказать «На, употреби наркотик», любой человек скажет «Что, дурак, что ли? Отойди от меня». Ну, как бы. А если сказать «Это это не наркотик, это легкий наркотик». Ну, от этого слова «сравно не избавиться, все равно наркотик», да? Но это легкий наркотик. Ну, принимай его. И когда человек, например, употребляет марихуану, там, курит какие-то легкие вещи, да, с очень большой вероятностью он перейдет потом на тяжелые. Почему я говорю по наркотике? Потому что вот эти все психотропные, успокаивающие, седативные, все эти вещества, они по сути являются наркотиками. Другой их формой, там, классификацию сейчас я не беру, но это все равно являются наркотиками. И та схема, которую используют драгдилеры для того, чтобы находить себе новых наркоманов, новые жертвы, да, точно такую же схему используют наши врачи, фарбкомпании и все то же самое. То есть это легкие лекарства. Вы их поупотребляете, а потом мы вам полечим вас по-серьезному. Что-то тут я его выпил и в начале было как бы хорошо. Друзья мои, хочу обратить один момент. Терапевт, терапевт, до чего дошла медицина, да? Терапевт назначает вещества, которые он не имеет права по закону назначать. Это область психиатрии или, на крайний случай, неврологии, да? Но уже терапевт назначает лекарства, которые, в общем-то, относятся к категории, ну, к высшей категории опасности. И это происходит прямо вот сегодня, 21 век, город Москва широко распространено, никто никого не сажает в тюрьму, не наказывает, люди просто убивают жизни других людей и это законно. Дальше. Ну, вот, собственно, вот такие вот дела. И, спустя некоторое время, у меня пошло какое-то непонятное ухудшение, то бишь, я не понимал, что со мной... А ты начал принимать эти лекарства, которые ты рекомендовал? Я принимал, да, лекарства некоторые, я не стал принимать, потому что я с ними уже связывался, у меня была на них аллергия, и я начал принимать адаптал. Первое время как-то все нормально было, на второй день все. Это называется, просто вызываясь священника. Это было просто настолько плохо, что я даже не понимал, что со мной как бы это рев, это просто, это был вообще ужас. Ну и вот результат, да, результат работы этих специалистов, там, Гудкова, например, да, результат работы врачей, то, что они навыписывали там психотропов там и разных наркотических вещей других, да, вот какой результат при всем вот этом вот социальном лоске, таком благородном, таком деле врачебном, да, люди в белых халатах спасают жизнь, вот, это все внешняя сторона, а вот обратная сторона, конкретный человек и как он себя чувствует после действий, конкретных действий этих людей. То есть состояние, оно вот, как оно начало ухудшаться после бракетих, просто падало, лекарства, они еще усугубили эту ситуацию, да? Да, и оно просто падало. Ну и в итоге, как бы, я начал пить потом Агнелис, ну, вроде как бы, стало легче. Ну, это просто добавка с магнием, она по большей части, там не столько лекарств, да? Ну вот, начал пить Агнелис, но в какие-то моменты он то помогал, то не помогал. Ну, были срывы, вот эти вот всякие, то, что рев, плач, то, что я не мог ничего выдержать, не понимал ничего. И, собственно, потом уже по советам одной знакомой обратился уже к неврологу. Там меня обсмотрели, сказали, все прощупали и сказали, то, что вот, надо пить Фенибут. И назначили еще больше лекарств. Ну, красота. Заметьте, да, я говорил раньше, что сначала легкие лекарства, потом тяжелые. Вот подтверждение моей теории. И сейчас человеку, уже когда он попринимал легкие и его расколбасило по-нормальному, все теперь назначается уже по-тяжелому. Лечение полноценно у невропатолога, невролога, да, и так далее, и так далее. То есть, вот эта вот нисходящая спираль, она раскручивается. То есть, человека вдалбливают вниз. От его здоровья и благополучного состояния до тяжелых каких-то состояний и вплоть до смерти. Это прям вот очень жизненный пример. Невероятно. Сделайте выводы. Прошу вас. Ну, у нас нашел Финни Будда сказали, он тебя встряхнет, он тебя успокоит, все будет нормально. Вот. И... Прям, я прям вижу рекламу такую. Встряхнись и успокойся, выпей наших лекарств. Ну, ладно, я уже просто не могу сдерживаться, поэтому я все это утрирую и так злобно шучу, но на самом деле история весьма печальная. Она не имеет юмора. Эта ситуация, она, твой случай, не единичный. Это происходит повсеместно, друзья. это просто вот человек, ну, согласился нам рассказать об этом, и это, как бы, хорошо, но есть тысячи случаев точно таких же, ну, где люди не рассказывают. Вот. И это все распространяется, ситуация становится все хуже и хуже. Ладно, и, то есть, как дела обстоят... А, ну, и дальше расскажи там, то есть, чем закончилось-то. Ну, и в итоге дали направление на клинику неврозов. Клинику неврозов? Да, клиника неврозов. Это частная клиника или государственная? Это государственная клиника и дали направление на уже, как бы, там, на полное восстановление и лечение. Ну, вот, я... Компункциональное такое лечение, да. Да, но я, как бы, вначале не соглашался, боялся, думал, что все-таки такой центр, как бы... Не соглашался, боялся, То есть внутренний голос, как хотите назовите, интуиция, инстинкт самосохранения, что-то еще в человеке сопротивлялось. Что-то еще говорило ему, остановись, не иди по этому пути, не поддавайся этим шарлатанам в белых халатах. Но уже, как бы сказать, воронка смерти засосала человека и тянула его с неимоверной скоростью. Ну и в итоге через некоторое время я уже взял и решился на этот шаг. Отлежал, вроде бы шло все нормально. То есть там тебя положили, стационар прям все? Да-да-да, положили, все шло нормально. Первые дни было как бы не очень. Подбирали лекарства, потом все-таки как-то все устаканилось. А можно секунду, а что значит подбирали лекарства? То есть они назначали лекарства, смотрели реакцию и потом подходят, не подходят, так? Ну, как бы да. Посмотрите, очень примечательная вещь. В Международной конвенции по правам человека существует такой пункт. Эксперименты на людях запрещены. Как работает наша медицина? Она каждый день экспериментирует. Экспериментирует на вас, друзья мои. Экспериментирует, несмотря на человеческое горе, на человеческие судьбы, на ваше здоровье. На это плевать. Просто подбираем лекарства. У нас нету достоверного лечения. У нас есть эксперимент. Вот есть вы и есть куча химических, токсичных, тяжелых препаратов, которые еще и обладают наркотической зависимостью, вызывают наркотическую зависимость. Мы попробуем вот это, а если не подойдет, то вот это. А если тоже не подойдет, то вот это. Ну, если вы к тому времени еще не умрете, то, наверное, мы вас вылечим. Ну, со мной беседовал еще психиатр специальный. И говорит, рассказывай, что у тебя и как у тебя. Они спрашивали все из детства, что как, какие травмы, что было. Ладно, ладно. Ну, вот, и в итоге... В итоге сформировался какой-то пакет лечения, так скажем, да? То есть там какой-то набор лекарств. Это не одно было лекарство? Нет. И как ты чувствовал себя, то есть ощущения твои? Ну, там было как бы все нормально, но и было то же самое, как бы... То и тревога, то и депрессия, все вот это было. То есть оно то появляется, то исчезает? То оно появляется, да, то исчезает. Такое настроение было прыгающее. У человека были моменты, когда ему становилось чуть-чуть лучше. И потом становилось чуть-чуть хуже. Вот здесь, друзья, я хочу обратить внимание на то, что те моменты, когда ему становилось чуть-чуть лучше, такие кусочки просветления, да, это не правильно подобранное лечение. Нет, это не это. Это те всплески иммунитета, те всплески защитных сил организма, когда организму удавалось на короткое время перебороть воздействие лекарств, влияние лекарств. Но так как лечение было довольно полноценным, человекомасштабным и уже стационарно, то, естественно, химическая волна накрывала человека, и дальше ему становилось хуже. Он об этом говорит. Вот, поэтому, как бы, отличите эту особенность, да, это не от лекарств ему становилось лучше. Это его организм все еще продолжает бороться и сопротивляться той химической волне, которая на него была направлена. Оттуда выписался, все было, как бы, нормально, но лекарства тоже давали о себе знать. Вот. А по выписке ты продолжал лекарства пить? То есть это было назначено ими, чтобы ты их употреблял и дальше? Ну вот, это по выписке мне вот выписали и сказали, что надо пить и как пить. И я их уже начал дальше пить. Понял, понял. А что бы деньгом на получился в этой полиции? Бесплатно. Ну, страховой медицинский полис, да, или как? Ну да. Еще, еще один миф, друзья мои, который я хочу развенчать о том, что медицина бесплатна. Вот человек, обычный, можно сказать, обыватель, да, бесплатно. Сколько это стоит? Бесплатно. Вот. Небесплатно, друзья мои. Небесплатно, совершенно небесплатно. Во-первых, страховой медицинский полис. То есть это полноценная схема забирания ваших денег. Вы платите налоги, вы платите отчисления страховые, да, вы платите какими-то другими путями, которые вы думаете, что государство с вас берет и направляет их на какие-то положительные вещи. Но уже задача вот этих вот объектов, вот этих вот медицинских всяких учреждений эти деньги отмыть. То есть эти деньги должны быть выкачаны с вас. И через страховые вот эти вот выплаты, поверьте мне, там оплата за его лечение была совершенно не детская. Расплачиваясь бы он в наличку и вживую, он бы видел эти суммы и, возможно, они вызвали бы у обычного человека даже некоторое возмущение, да. Но так как это было просто вот... А что вы заплатили? Бесплатно? Вот. То это все там, когда человек не видит, какие деньги с него снимаются, естественно, это суммы совершенно другие. Ладно, ладно. Ну и в конце ты к нам еще зашел, да? Да. После всего, да? Он, собственно, рассказал эту историю, мы... Сразу же возникла идея записать этот ролик, более подробно все разобрать. Вот. И мы... Ну я сразу скажу, что мы делаем, да? Мы сделали небольшую, скажем так, коррекцию, коррекции. То есть то, что делали вот эти ребята... Как забыл зовут этого парня? Андрей. Андрей, да. Вот. То, что он надел, мы пытались это исправить. Вот. Исправили, поделали массаж. Вот. Как сейчас состояние? Оно немножко улучшается? Или вообще как ты себя чувствуешь? Но оно местами еще идет пока. Еще бывает ухудшение, но на фоне того, как вот... Ну такое ощущение, что я возвращаюсь потихонечку в реальность. А это результат человека, который уже как бы обратился к нам. Точнее, не то, что обратился к нам, обратился к нам он давно. Но в данном случае нам приходится по-настоящему действительно бесплатно разгребать вот эти вещи, которые были сделаны группы этих товарищей, так скажем, что я не знаю. То есть, человека постепенно получается вернуть к жизни. То есть, на что я хочу обратить внимание, дорогие друзья? Обращайте внимание в лечении на одну единственную вещь, на результат. Не обращайте внимания на сертификаты, не обращайте внимания на дипломы, не обращайте внимания на... там, я не знаю, стены, там хороший офис, там еще дорогую аппаратуру, еще что-то. Обращайте внимание на результат. То есть, если вы пользуетесь какой-то услугой, спросите, кому это помогло, да? Дайте контакты. Поинтересуйтесь, как это работает. Хотя бы чуть-чуть. Я не говорю там вдаваться в детали, но это же ваше здоровье. Просто спрашивайте, вы имеете право на это, вы имеете право знать, какую таблетку вам дают и какие у этой таблетки побочные эффекты или наоборот эффекты лечебные. Да, неважно. Вы должны знать, вы обязаны знать, это ваше право. И лекарства ты сейчас потихоньку уменьшаешь, правильно? Лекарства я сейчас пью, но сказали, что еще надо пить на протяжении трех месяцев, потом уже пойдет на убывание. То есть врач сказал, это психиатр или кто там? Психотерапевт. Психотерапевт. Цепки лапы фармкомпаний не выпускают свою жертву из своих сетей, да? То есть даже если вы вознамерились как-то вырваться из этих липких сетей, даже если вы вознамерились не быть постоянным клиентом этих специалистов, да, то вам нельзя бросать резко, может быть, эффект отмены. Вам нельзя бросать резко, принимать наркотики и снижайте постепенно, да. Какая цель этого? Цель этого, первое, чтобы вы никогда их не бросили. Второе, даже если вам ценой сверхчеловеческих усилий получится это сделать, чтобы за период бросания вы как можно больше все-таки их употребили. Вот. На самом деле, представьте такую вещь, что у человека воткнулась какая-то заноза в руку, да, и логично, как она будет от нее избавиться. Зацепить и резким движением вырвать. Но, нет, доктор вам говорит, нельзя резко избавляться от инородного тела. Тащите медленно, чтобы вы получили максимальное количество боли и страданий, чтобы в результате этого вы передумали от нее избавляться. Цель фармкомпании, цель врачей, рекомендовавших вам лекарства, именно такая. Да. Но ты сейчас уменьшаешь лекарства? Пока еще нет. Еще нет, да? Пока еще нет. Пока еще пью, а потом уже, спустя некоторое время, я уже их буду уменьшать. А у тебя было такое, вот как говорится, там эффект отмены, когда ты пытался уже убрать лекарства? Да, было. Чувствовал, как себя? Ой. Хреново. Ну, это было очень плохо. Я, как бы, это, да, назывался эффект отмены, или как оно там, по-другому. Я просто перестал все пить, и в прекрасный момент, просто вот, как обычного наркомана. Начало, ну, не колобасичь начало, а потихонечку изнутри так выворачивать. Это пошел эффект отмены. Видите, друзья, то есть, для чего нужны, для чего нужна медицинская терминология? Чтобы скрывать свои преступления. То есть, умные слова, эффект отмены. Настоящая действительность, наркоманская, самая настоящая ломка. Да, то есть, есть зависимость, есть ломка. И это вот те лекарства, помните, о которых врач сказал, легенькие. Легкие лекарства вы попьете, ничего страшного. Вот. Поэтому не ведитесь на значимость людей, которые обладают дипломами, белыми халатами, ценностью, мнимой такой, социальной ценностью для общества. Вот. Это преступники, самые обыкновенные, которые торгуют наркотой. Ну, вот. И сказали вообще, что нельзя так резко бросать все эти препараты. Несмотря на то, что хоть они слабые, там, и не слабые, все равно нельзя их так резко бросать. Ничего себе слабые вещества, которые вызывают зависимость такого уровня, что когда ты их отменяешь, тебя начинают изнутри подкалбашивать. Это, ну, нельзя назвать их слабыми. Ладно, на это тема другого разговора. Хорошо. Ну, спасибо, что рассказал, потому что это на самом деле вскрывает очень много, очень много моментов. Я еще потом добавлю некоторые комментарии к этому всему. Вот. Ну, желаю тебе в конце концов слезть со всех таблеток и вернуться к нормальной жизни. Спасибо. Давай. Итак, друзья, получилось вот такое вот мини-мини расследование работы над ошибками и так далее. Резюмируя все вышесказанное, какие можно сделать выводы. Прямо по пунктам запомните себе и используйте, дабы сохранить свою жизнь и свое здоровье. Первое. Не пользуйтесь услугами мануальщиков. Вот. Не пользуйтесь. Иногда в невероятно редких случаях это может помочь только в острый период приступов каких-то физических болей, там, например, спину, шею заклинило, но это не решение. Всегда знайте об этом. Это просто временная скорая помощь, которая сама по себе имеет кучу побочных эффектов. Эти побочные эффекты могут быть сейчас, сразу, и обязательно они будут долговременно, то есть через какое-то время. Еще раз. Первый пункт. Не пользуйтесь услугами мануальных терапевтов, костоправов и так далее. Второе. Не пользуйтесь услугами мнимых специалистов или специалистов, которые утверждают, что они нигде не обучались, но как бы они говорят, что могут вам помочь. Не пользуйтесь, не рискуйте своим здоровьем, не экспериментируйте на себе. Второй пункт. Не пользуйтесь услугами людей, которые не получали никакого образования в области здоровья. Третий пункт. Пожалуй, наверное, самый главный пункт и в свете последних событий он приобрел еще большую ценность. В свете того, что я наблюдаю, когда путешествую, вот сейчас я вижу то, что происходит с людьми. Третий пункт. Не пейте никаких психотропных препаратов, какие бы условия к этому не способствовали. То есть, если вам психолог, терапевт, невропатолог, тем более психиатр, говорит, что попейте таблеточки, они легкие, ничего страшного не будет, знайте такую вещь. Он просто хочет посадить вас на наркотики. Просто знайте это. Это голая, неприкрытая правда, она неприятная для многих, вот, но это так и есть. Не пейте лекарства. Будьте благоразумны, всегда трезво просто оценивайте ситуацию, всегда смотрите на что, что, где происходит, то есть, как люди отзываются, есть ли результаты и так далее. Оценивайте, анализируйте. Не будьте тупыми, скажу грубо, не будьте тупыми овцами, не надо просто слепо идти и доверять всем подряд, потому что на кону стоит ваше здоровье и в конце концов ваша жизнь. Все, все вот эти моменты, потому что я об этом говорю, бывает там по глупости или еще какие-то причины люди все равно делают, да, вот, я твой случай не беру, я, у меня был клиент, он богатый, очень успешный человек, просто немеренный денег, и я ему сделал, и у него реально были большие очень изменения, и потом звонит мне, говорит, ну там, приезжай, Сергей, что-то мне плохо стало, там, ля-ля, я думаю, блин, ну не может быть плохо после процедуры, ладно, приехал, и в ходе разговора с ним выясняется, что он побывал у мануальщиков, и сделал, я говорю, слушай, ну, вот я не понимаю логику, тебе, ты сделал процедуру у меня, я тебе сказал, что не делай мануальщиков, более того, после процедуры тебе было хорошо, зачем ты сделал мануальщиков, если ты знал, что тебе делать нельзя, он говорит, ну, понимаешь, Сергей, мне стало так хорошо, что я захотел еще лучше, ну, вот, поэтому, ну, я говорю, ты не единственный случай, люди иногда размышляют таким образом и совершают ошибки, ну, я думаю, твоя история кому-то поможет задержаться, потому что родиться сына не делай ему приедет, не, родиться сына я сразу к вам ответил, хотя бы посмотреть, да, вполне можно, у меня завтра просто психолог хочу избавляйся от них, избавляйся от них и скажи, если бы мне Андрей не сделал эту правку, Сергей, я бы там бы не оказался, я вам серьезно говорю, то, что я сейчас еще перед вами стою, разговариваю, это еще, слава Господи, когда я там туда приехал, я ревел, я даже дома плакал, я не знал, что он вообще происходит, сейчас я еще более-менее не встряхнулся, и лекарства, там еще жена более-менее на меня вот выводит из этого транса, это было просто страшно на меня как бы врач смотреть, это сейчас я уже более-менее расходился, я уже начал есть, а ты ходишь в баню вообще? Нет. Не ходишь? Нет. А это было бы очень эффективно в твоем случае, сауна с применением большого количества воды и витаминов, это вообще могло быть решение, и твоя ломка, которая, врачи пытаются ее на три месяца растянуть, она бы у тебя за пару недель закончилась. Что, на самом деле, я не вру? Ну, да я не знаю. Ну, еще легкий вот такой песочек есть. Вот такие вот, собственно, дела. Ну, желаю тебе, в конце концов, слезть со всех таблеток и вернуться к нормальной жизни. Спасибо. Давай.